добрый день уважаемые друзья у меня сегодня очень важная задача рассказать об онкологических пациентах о тех людях ради которых вы встаете каждое утро идете на работу и которым нужны от вас не только слова но и действия именно поэтому я хотела сегодня выступить и рассказать докторам о том что пациентские организации хотят помогать исследованиям и что мы готовы к диалогу в сообщении я хочу осветить почему принимает участие в клинических исследованиях о чем думают пациенты что могут пациентские организации и так почему пациенты готовы принимать участие в клинических исследований причин может быть несколько но прежде всего потому что пациенты видят следующие возможности вылечиться продлить жизнь улучшить качество жизни и даже внести вклад на оку и послужить обществу в этом отношении клинические исследования уникальны они зачастую позволяют реализовать все указанные возможности и поэтому относительно клинических исследований пациенты хотят чтобы было много разных исследований чтобы их легко можно было искать и находить чтобы легко добираться до исследовательского центра и чтобы быстро появлялись лекарства которые показали и эффективность клинических исследований нашу пациентскую организацию беспокоит не только небольшое количество клинических исследований в россии в области онкологии и небольшое количество пациентов включаемых в эти исследования особенно если сравнить с сша так мы посчитали из открытых источников что в россии по раку легкого по самоизучаемой в клинических исследованиях нозологии только каждые 25-30 пациентов получает лечение а в сша каждый второй четвертый мы понимаем что эта проблема не имеет быстрого решения в силу своих возможностей ну нужно работать вот таких направлениях и для того чтобы было много клинических исследований надо работать с международными пациентскими организациями для обмена опытом и популяризации россии как страны страны проведения клинических исследований в общении с пациентами и врачами популяризировать клинические исследования информировать пациентов о проводимых клинических исследований насколько мы понимаем хороший набор пациентов исследований позволит пациенту лечиться и продлить жизнь более активно развивать клинические исследования в россии так значит что нужно чтобы были разные исследования член она сбилась тут нет популяризация исследований инициируемых следователями насколько мы знаем не только фармкомпании проводят исследования а и ученые которые смотрят на решение проблемы со своей точки зрения хочется поддержать таких ученых и актуализировать проблему перед фарм производителями так пациенты должны легко находить исследования через пациентские организации сами отсутствует удобный инструмент поиска клинических исследований россии вы когда-то пробовали найти исследования это ужасно сложно и неудобно поэтому мы совместно с фбгу не онкологии петрова разрабатывается такой ресурс пресс-скрининг а также важно что пациенты могли легко добираться до исследовательской центра клинические исследования должны проводиться не только в больших городах но и в регионах даже если нужно обучение врачей мы очень благодарны организатором исследований когда пациенты обеспечиваются транспортом а иногда и питанием для пребывания в далеких исследовательских центрах пациенты организации тоже хотят помочь в этом ну скажите как так быстрое появление эффективных лекарств это совместная задача всех участников этого сложного процесса пациентские организации понимают важность клинических исследований и важных клинических исследований хотят содействовать им спасибо большое за внимание мари с борисом спасибо мари борис на право да вы не убегаете да потому что да конечно и здесь правильно направление сотрудничества к тому говорил марин борис с одним из ведущих наших федеральных центров но и вообще надо сказать что клинические исследования свое время наверное благодаря людям которые приняли в них участие и выжили у нас и образовалась наша пациентская организация в том числе самый большой таска передовой отряд в петербурге москве нижнем новгороде тогда на самом деле для пациентов важно что чтобы была информация возможность участия безусловно конечно отбор и принятие решения о участии того или иного пациента безусловно лежит на профессиональном сообществе но тем не менее информация такая должна быть потому что давайте чего греха таить скажем зачастую клинические исследования единственный способ для пациентов наших получить самое современное эффективное лечение мы знаем по тем людям которые сегодня в том числе присутствует в этом зале потому что прогнозы которые там делались марин борисовне 10 лет назад были совсем не утешительны на но и еще ряд наших таскать основателей основательницы организации живы до сих пор благодаря тому что им свое время удалось получить самое современное эффективное лечение именно в рамках клинических исследований правильных форм очень яркое выступление у вас спасибо скажите сколько больных должны получать лечение но не получают финансовым соображением со стороны государства я хочу сказать что очень много больных не получают и мало получают а почему а потому что это зависит не от нас это не от нас зависит это очень сложная система и зависит да тут проанализировать очень сложно тут от всех зависит от государства от врачей зависит от пациентов тоже зависит многие информации у многих нету кто-то допустим посещает наши школы у них много информации они ориентируются они могут у врача как бы попросить подсказать потребовать что вот им можно то-то то-то а многие вообще не знаю даже как вести себя и что это заболевать информацию вы используете интернет да все мы используем интернет школа пациентов мы общаемся с пациентами нам звонят на телефон и горячие линии и мне лично у нас на школы ходят вообще у нас зала полные по 70 человек у нас пациенты до чего подковываются на наших школах потому что онкологи читают лекции юристы и психологи что они даже потом могут отслеживать пошагово правильно их лечит и что им надо и умеет самое главное не бояться задавать вопросы и найти диалог с врачом и найти диалог с врачом обращались а как же да да конечно мы в питере даже писали письма да и письма писали по питеру это непростая задача и в комздрав писали депутатам писали потому что финансирование не увеличивается или уменьшается ли на той же стадии остается а пациента естественно болезнь пациентов растет вы знаете что да я не думаю что только в этом вопрос почему-то на онкологических пациентах экономит я не могу сказать по-другому непонятно почему а это вопрос к вам как раз рациональное нерациональное лечение имеет место и городские онкологические диспансеры я хочу сказать на самом деле они экономят свои финансы потому что им выделена одна часть денег пациентов много и им перед ними стоит задача кому допустим а так отдать более эффективное лечение они тоже в каких-то рамках поэтому клинические исследования это для пациента это такой плюс но у нас к сожалению это проблема обсудим да как работа тяжело складываться отношения с определенный диалог который настраивается но не статьи на судебе российской федерации где все равны перед запомним судом они первые равны как говорится да поэтому сам петербург мы его уже вносим долго я хочу еще добавить что очень многие пациенты вообще не знают что такое клинические исследования вот мы проводили школа пациентов у нас была тема клинические исследования пациенты многие думали что это вообще клинический анализ крови из них 3-4 человека но только те которые прошли клиническое исследование они это знали потому что у них нет информации нет доступа к информации правильно правильно значит надо врачам работать еще а тут получается что да пациентские организации доводят до пациентов о клинических исследования рассказывают но международные клинические исследования это предстояние мира и к примеру кератраеву интерпретируемого диванского экологического научного центра получил лекарства бесплатно понятно на 6 миллионов долларов спасибо большое приеду спасибо большое приеду спасибо вопрос программ раннего доступа получение препарата до регистрации такая практика есть за рубежом часть пациентов я знаю то что ну в частности например для пациентов которые мы показываем не волума получали препарат в рамках зарубежной программы раннего доступа скажите на уровне пациентской организации есть какое-то ну вот понимание как взаимодействовать как реализовывать может быть участвовать в этих программах вот вы знаете мы сейчас работаем с не онкология петрова с актем николаевичем полторацким и как бы будем этот момент да да ну нам тоже интересно все доводить до пациентов чтобы они знали и помогать вот сейчас у нас в санкт-петербурге открылся центр протонной терапии да вот я была на экскурсии вот это тоже мало кто знает но это тоже вход вперед пациентов я же еще раз повторюсь функционал пациентской организации мы не подменяем не медицинские организации не орган управления здравоохранения мы организация которая своей задачей видеть в этой части доведение достоверной информации что происходит и создание определенных таких манипуляционных условий что пациент мог обратиться да потому что это его личная воля вы понимаете что участвует в клинических исследований оно не только регламентированное и не будет повторяться как без формальной организации поэтому пациент должен получить достоверную информацию осознать и принять как решение для себя права у нас есть вопрос спасибо большое пожалуйста о пациентских организациях и о информации для пациентов для этого очень важный вопрос а вы за действием массовой информации работаете потому что лучше чем действие массовой информации никто не может донести а вы прекрасно все знаем какое количество негативных публикативных публикаций которые касались клинических исследований у очень многих пациентов после этого возникла устойчивая страх перед участием в клинических исследованиях и исследователи потом вынуждены этот страх каким-то образом преодолевать но если вы действительно будете с ними гармонично работать средствами массовой информации может так пациенты больше узнают и работаем как в одно заключение в другом мы не информировали потребности все доступные для нас которые устал мы используем в работе свои информационные последнические правозначные хорошие проблемы доступны в лекарственных препаратах в самом деле у нас традиционно на третьем месте в части не обеспечения лекарственного следствия поэтому мы конечно привлекаем те возможные источники которые у нас есть и в том числе и средства массовой информации другие в виде инструментов получают все эти сами участвуем везде где нас приглашают мы и по радио выступали рассказывали и по телевидению в предыдущих годах не в предыдущих в этих вот николай петрович он постоянно выступает и мы даже пациентов привлекаем к СМИ когда надо и очень сложный вопрос все спасибо большое да это дело добровольное это точно у нас есть люди которые там уже с девятого года в организации работают но у них даже не знают что они болеют я вам хочу сказать что я сама пациентка я не боюсь спасибо 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 спасибо